Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Божье слово чудесно. Одно и то же местописание может говорить о многих истинах из одного события. Мы знаем, что слово Божье вдохновлено Святым Духом. В нем нет ошибок. На него полностью можно положиться. Для того, чтобы мы знали истину, применяли ее к своей жизни и жили похвальной, проявляющей Божью славу жизни. Иначе говоря, это угодное Богу свидетельство перед ним и другими. И этому, по сути, Мессия учит сегодня. У него 12 учеников, и мы подчеркивали, что число 12 относится к Израилю. Эти 12 учеников идут. И хотя это историческое событие, которое произошло почти 2000 лет назад, мы знаем, то, что мы изучаем сегодня, имеет великое значение для последних времен. Иначе говоря, мы можем из этого местописания взять то, что говорит ученикам-последователям Иешуа, последователям Иисуса Христа в последнем поколении, в последние времена. С этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 10 главу. На прошлой неделе мы закончили концепцией суда, когда говорили о тех людях, которые видели чудеса Мессии, слышали Его истину. И что они сделали? Отвергли ее. Как глупо. И Он смело говорит им, «Отраднее будет земле Содом и Амора», то есть Содома и Гаморы. Этому месту мерзости. Месту, где каждый делал то, что было правильно в Его глазах. Месту, которое Бог сжег. Он говорит, что «Отраднее будет им, чем тем людям, которые услышали Евангелие и отвергли Его». О каком времени Он говорит? Он говорит конкретно о последних временах, о дне суда. Таким образом, это дает нам контекст. Мы говорим о вещах, имеющих коннотацию к последнему времени. Это контекст, который нам необходимо увидеть. С этими словами посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 10 главу, 16 стих. Мессия говорит эти слова. «Вот, я посылаю вас, как овец, среди волков». И мы знаем что-то. Если есть конфликт, и мы увидим, что будет великий конфликт. Если есть конфликт между волками и овцами, то кто будет победителем? В физическом мире победят волки. Они сильнее, они лучше оснащены и не имеет значения численность. У волков такая сила, плотская сила, что нам необходимо что-то понимать. Мы не призваны к победе в этом веке. Мы призваны к послушанию. Мы призваны делать то, чему Бог учит нас. А наша победа, которая, несомненно, придет через вхождение в Царство Божие. Только тогда нам следует ожидать результата победы. Победы, которую Мессия одержал для нас. И результатов нашей верности Ему. Это будет в грядущем веке, в Царстве Божьем. А в этой жизни, возможно, мы будем страдать. Как мы увидим, возможно, даже лишимся жизни за свою веру. Итак, Мессия предупреждает нас. 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте. В большинстве Библии сказано «мудрые». Но это необычное греческое слово, означающее «мудрый». София. Мудрость. А это слово происходит от греческого слова «думать». Думать и думать. Смотреть на ситуацию и понимать ее с надлежащей точки зрения. Итак, мы читаем здесь. «Будьте мудры, как змии». И имеется в виду сообразительность. Сатана нечестив, и мы никак не призваны быть нечестивыми или нечестными. Но сатана был сообразителен. То есть он понимал истину, не покорялся ей, но действовал в ее свете. Он обманул Адама и Еву, потому что знал реальность. А они сомневались и ставили под вопрос. Он привел их к сомнению, но это потому, что он знал. Именно это и говорит нам местописание, что нам надо знать вещи и принимать решения на основе мудрости. Думать тщательно в свете истины Божьей. Итак, мы читаем. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змии. И заметьте вот что в большинстве Библии сказано. «Невинны, как голуби». Обратите внимание на слово «невинны». Глядя на него, мы можем также перевести его и как «искрень». Одно из того, что Бог использует в человеке могущественно, искренность. Когда вы искренне, Бог замечает это, и это приглашение Духу Святому помазать вас могущественно, действовать в вашей жизни, наделять силой, давать вам мудрость, о чем мы сказали ранее, понимать, тщательно продумывать ситуацию и понимать ее реальность. Итак, будьте искренни, будьте невинны. Читая это слово на языке оригинала, мы видим что-то. Оно с префиксом, и этот префикс на самом деле одна буква на греческом. Это первая буква «альфа». И префикс используется для отрицания чего-то, придания противоположного значения. Так что без префикса, знаете, что значит это слово? Значит, иметь двоящиеся мысли. Когда у кого-то двоящиеся мысли, Иаков сказал об этом, то их легко бросает то туда, то сюда. В их жизни нет корня, нет якоря, ни духовно, ни физически, чтобы быть в правильном месторасположении и оставаться там. А это слово означает не быть человеком с двоящимися мыслями, а здравомыслящим человеком. И что это за здравомыслие? Желание превыше всего угождать Богу, слушаться Его, думать не о себе, но думать о том, как свидетельствовать другим. И почему я это говорю? Что ж, послушайте следующее утверждение. Тут сказано. Итак, «Будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби». 17 стих. «Остерегайтесь же». Это слово предупреждения, и нам надо понимать, что нам надо быть настороже, быть осторожными, потому что Он говорит, и нам надо подготовить себя к этому. «Остерегайтесь же людей». Почему? «Ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих». И тут сказано. «Будут бить вас». Это слово означает «всечь», «бичевать». Писание говорит нам что-то. Мы знаем, что речь идет о земле Израиля. Вспомните, что Мессия сказал, мы это изучали на прошлой неделе. Он сказал ученикам «не ходить на путь к язычникам и не входить в города Самарянские, но идти к кому? К пропавшим овцам дома Израилева». Так что здесь акцент на еврейском народе. И Мессия говорит, вы столкнетесь с противостоянием. Вас будут отдавать в судилище как преступников, отдавать властям. Вас будут приводить в судилище, в места собраний, то есть в синагоги. И вас будут бить серьезно наказывать. И что значит будут бить все еще, как здесь сказано? Это будет плеть со многими концами. И вас будут бить по спине очень жестоким образом. Так что вас не только арестуют, но также Писание говорит нам, что в последние времена, и мы скоро покажем, почему мы имеем дело с последними временами, когда вас за вашу веру возможно будут пытать. Я учил и учу этому, и некоторые люди высмеивают идею о том, что за нашу веру в Иешуа, в Иисуса Христа, нас будут арестовывать и пытать. Что ж, позвольте я вам что-то скажу. Надеюсь, что большинство из вас хорошо это знают. Есть несколько стран, и список этот растет, где верующих пытают за их веру, за то, что они говорят, «Я хочу поклоняться Мессии, Мессии Израиля, Иешуа, Иисусу, и я хочу говорить о нем другим. Я хочу выражать праведность и справедливость, которые он призвал меня являть своей жизнью, добрыми делами». Такие слова приведут вас в тюрьму, и вас за это будут пытать, а многих за их веру предают в смерти. И вот, что вам надо знать. И это не то, что я думаю, а то, что я знаю, потому что верю в Слову Божьему. В последние времена список таких стран продолжат расти. Это станет нормой, где бы вы ни жили. Живете ли вы в Северной Америке или Южной? Живете ли вы в Африке, Европе, Азии или Австралии? Где бы вы ни были, не удастся избегнуть испытаний, гонений, пыток за веру. И Ешуа говорит им, кому он это говорит? Ученикам. И хотя это произошло почти 2000 лет назад, и люди могут сказать, ну, это связано с гонениями в Израиле, которые произошли около 70-го года и после. Но заметьте, что есть ключевой момент, который подтверждает, что говорим мы о последних временах. Продолжим. 18-й стих. «И поведут вас к правителям и царям». По какой причине? За меня. Все эти страдания, арест, бичевание, мы скоро увидим предание смерти. Требование свидетельствовать перед правителями и царями. Все это за Ешуа. Все это за него, и он говорит, все это будет за меня. Но по какой причине? Он продолжает свидетельствовать для свидетельства перед ними. Я думаю, перед ними значит перед евреями и язычниками. 12-й стих. Вы не можете отложить в сторону тот факт, что нам надо будет свидетельствовать в последние времена. Перед правителями, царями это может означать перед президентами и премьер-министрами, чтобы говорить им истинам. И заметьте, что сказано в 19-м стихе. Когда же будут, когда это произойдет, когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Так что никогда не заботьтесь о том, что вам следует сказать по причине того, что Писание говорит нам сейчас. Нас будут арестовывать, нас будут заставлять давать свидетельства. Слава Богу за нашу веру, и все это за Него. И заметьте, как Писание инструктирует нас. Мессия говорит, не заботьтесь, как или что сказать. Почему? Он говорит, ибо вы не будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. То есть Дух Отца нашего Небесного. А Дух одно из того, что мы знаем, и я часто возвращаюсь к этому, к первой главе книги Бытия. Когда Дух Божий, когда сказано «Вэ руах элохим марахэфет аль пенамайим», Дух Божий парил над водами, а мир был в состоянии хаоса. На иврите «Туху», «Вэ воху» это значит быть не в порядке. Дух Божий приводит вещи в порядок. И Слово Божье говорит нам «Не забудьтесь, когда вы будете призваны дать свидетельство». Это будут не ваши слова. «Не беспокойтесь о том, как или что сказать. Говорить будете не вы, но Бог принесет порядок в ваше свидетельство, потому что говорить будет Он. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить за вас». 21 стих. В 21 стихе мы видим ситуацию, шокирующую ситуацию, но такое бывало и прежде. Мы знаем, что в условиях диктатуры люди из страха, из желания сохранить жизнь, из желания получить еду для поддержания жизни, люди предают друг друга. И именно это Писание говорит здесь несомненным образом. Так что посмотрите этот текст. В 21 стихе 10 главы Евангелия от Матфея мы читаем «Предаст же брат брата на...» Что говорит Писание? Смерть. Собственный брат из страха, из неверия, из-за непринятия Евангелия, не имея Духа Святого, который укрепил бы его, дал правильное умонастроение. Ваш брат может предать вас на смерть. И дальше сказано «И отец сына». И восстанут дети на родителей. И умертвят их. Что мы видим здесь? Имеет место много предательств. много смертей. И все это, не упустите контекст, все это за Мессию Иешуа, за нашу веру, за наше желание быть свидетелем, делать это так, что это проявляет истину и приносит честь и славу Богу, когда мы говорим против несправедливости, неправедности, против греха. И мир в последние времена мир будет ненавидеть нас, и мы это увидим. Нас будут арестовывать, нас будут вести в суд, нас будут наказывать, физически пытать, и как мы видим здесь, предавать смерти. Теперь смотрим 22 стих, и будете ненавидимы всеми. Это уже произошло? Нет, но так будет. Это местописание говорит нам, что всякий, не являющийся верующим, будет ненавидеть истинных верующих. Скажу еще раз, всякий, не верующий в Мессию Иешуа, будет ненавидеть всех верующих. И я хочу поделиться чем-то, потому что вот сейчас эта программа транслируется в телесеть. И я верю и хочу помолиться за людей, кто управляет, кто владеет, кто работает в христианских телесетях, потому что они в первую очередь будут на переднем крае. Именно им в первую очередь скажут, вы такое показывать не можете, вы должны это прекратить. Как они поступят? Я верю, что огромное большинство, на самом деле, надеюсь, что все они скажут то же, что и Петр и остальные апостолы. Правильно или нет вещать это, решайте сами, но мы не можем не говорить во имя Иешуа. Вот почему, когда мы смотрим на это местописание, заметьте, что тут сказано, еще раз, 22 стих, «И будете ненавидимы всеми». Совершенно ясно, за имя мое. Но продолжим читать. «Претерпевший же» и нам надо быть очень осторожными, чтобы последнюю часть этого стиха не истолковать неправильно. мы читаем «Претерпевший же до конца». Это слово терпения, который вынесет, устоит, перетерпит. Вы знаете, еврейское слово терпеть это слово, означающее страдать. Слово «Ани» «Совел» «Я страдаю» происходит от слова «Савланут» или слово «Савланут» происходит от слова «Савел». Итак, терпение включает в себя страдания и долгое страдание. Мы читаем «Претерпевший же до конца» и я бы подчеркнул это слово «сочетание до конца». Почему? Потому что вам надо спросить себя, о каком конце мы говорим? Видите ли, есть такие люди, которые просто не понимают, что говорит Слово Божье. Они хотят понимать все с точки зрения прошедшего времени. Истории говоря, «О, почти все в Библии в прошлом, это история». Но часть Библии пророчества. И то, что ученики были посланы Иешуа, это историческое событие. Они действительно пошли. В Евангелии от Луки мы видим их возвращение и результат, но в Евангелии от Матфея это пророчество, и оно говорит о последних временах. И мы читаем в этом стихе «Претерпевший же до конца». Какого конца? До конца. И вот ключевой момент. Кому говорит Мессия? Верующим. Конец, о котором говорит Мессия, это конец эры церкви. И здесь сказано «Претерпевший же до конца». И тут надо быть осторожными, потому что может возникнуть путаница. Здесь сказано «спасется». Значит ли это, что вы спасетесь, получите прощение грехов за свое терпение? Абсолютно нет. Если бы это было так, тогда бы это значило, что своими действиями, делами мы обретаем спасение. Но это ложное утверждение. Это оскорбление Мессии, который умер на кресте, так как это был единственный способ получить прощение греху. Понимаете, это слово «соза» в греческом языке имеет широкий спектр значений. Оно может означать «исцелиться физически», «избавиться от физической проблемы» или быть избавленным от вечного осуждения Бога. Это слово победы, и вот что Мессия говорит здесь. Он говорит нам, что в конце будет победа, будет избавление. Наше спасение не основывается на нашем терпении, но я верю, что поистине спасенные люди претерпят до конца. Но тут не скажено, что мы спасены своими силами, нашими делами, нашим терпением, нашей стойкостью, нашей верностью. Нет. Но благодаря нашему спасению мы терпим, претерпеваем до конца. Так что это место писания, и есть много параллельных мест, подобных ему, говорит читателю, что в конце, когда эра церкви придет к завершению, будет победа. И это видно во многих местах писания. Одно из моих любимых, это откровение, седьмая глава, стихи 9 и 10, где мы видим великое множество свидетелей из всех племен и колен, народов и языков перед престолом Бога. И что они делают? На них белые одежды. Они держат пальмовую ветвь в руке, что говорит об избавлении благодаря вере в Бога. И они хвалят и благодарят Бога и говорят о спасении, победе. Это-то и имеет в виду Писание, когда говорит претерпевший же до конца спасется. Такие люди испытывают победу, которую обещал Бог. Посмотрите 23 стих. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Вы слышали это? Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. И опять-таки Писание говорит совершенно определенно. Мы не говорим о событиях по всему миру. И почему я так уверен? Потому что я не пытаюсь толковать Писание. Я стараюсь внимательно читать его. И благодаря внимательному чтению мы слышим Божью истину, а не человеческое толкование. Внимательно посмотрите 23 стих. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам...» Послушайте последнюю часть этого стиха. «Ибо истинно говорю вам, не успеете...» И это слово говорит о конце, о завершении. Он говорит, «Не успеете обойти городов Израилевых как что? Вы не закончите, вы не обойдете все города, не дойдете до конца списка всех городов Израиля, как придет Сын Человеческий, то есть Мессия». И эти слова к ученикам говорят о нашей благословенной надежде, о восхищении церкви. Да, нас будут гнать, но не по причине суда или гнева Божьего. Как раз наоборот. Нас будут подвергать гонениям, принадлежащие миру. Давайте я скажу по-другому, принадлежащее сатане. Вот откуда приходит гонение, вот откуда приходит скорбь. Источник не гнев Божий, потому что нам обещано, что мы не испытаем его. Так что заметьте, что говорит Мессия о последних временах, о том, насколько важно свидетельство в Израиле. Бог требует его, Бог повелевает. Еще раз посмотрите 23 стих. Когда же будут гнать вас в одном городе? Бегите в другой. Ибо истинно это слово аминь, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Это так ясно. Мы что-то знаем. Мы знаем, что Мессия вернется за кем? За своими учениками. И он придет в конце эры церкви. И конец эры церкви будет временем сильных страданий, гонений, мучений и смерти. Вот что мы видим в результате той империи зла, которая в конечном итоге будет править Антихрист. И когда мы смотрим послание об Антихристе, то узнаем от Иоанна, что Антихрист ненавидит Ешуа, ненавидит Божественного Сына Божьего и не выносит никого, кто покорен Ему. Будьте готовы, будьте подготовлены. Молитесь, потому что мы приближаемся к этим дням. Мы видим вещи, знамения на горизонте, которые становятся все ближе и ближе. Что ж, на этом закончу. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале. Чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.